В иерархии праздников Русской Православной Церкви Рождество занимает второе место после Пасхи и является двунадесятым, то есть входит в число 12 великих праздников и относится к восьми господским, которые касаются именно Иисуса Христа. Храм Ануфрия Великого все пять дней рождественских праздников был полон прихожан. Вечернюю службу 7 января провел владыка Феогност. Службу вместе с прихожанами отстоял глава гордых курорта Сергей Сергеев. В заключении службы епископ Феогност дал наставление верующим. Жителям замечательного города Анапу, Анапского района, пожелать потерпение. И самое главное, наверное, мира. Это такая составляющая, важная составляющая человеческой жизни, без которой ничего невозможно. Например, если в семье не будет мира между супругами, ну руки будут опускаться. Любой священник, вот вам здесь стоящий, скажет, что когда ничего не хочется, когда приходит супруг или супруга, ничего не хочется, руки опускаются, ничего, все как оборвалось. Без общественного мира ничего невозможно, невозможно созидать. Епископ Новороссийский Геленджикский Феогност дал высокую оценку работы светской власти Анапы. Пообещал и дальше поддерживать все благие начинания в нашем городе. И вручил Сергею Сергееву складень иконы Рождества Христова, чтобы икона поддерживала главу в многочисленных поездках на благо города-курорта. Мэр поздравил Анапчан со светлым праздником. И светская власть тоже желает мира, добра, отсутствия лукавства, если хотите, во всех наших владельцах начинать. И обещаю вам, что в самое ближайшее время вы увидите результаты этой работы. Мы будем достраивать начатое и будем начинать новое. С Рождества в России начинаются святочные гуляния, которые продлятся до 19 января и завершатся еще одним любимым, не только православными, верующими праздником – крещением. Кстати, рождественские праздники до 1925 года в нашей стране были также и гражданскими. Теперь эти традиции возрождаются. Праздник семьи, добра, мира, светлого ощущения чего-то наполняет. Я родился на Кубани, на Худре, а у нас там всегда был праздник. На этом нас очень сильно гоняли в свое время, но, слава Богу, выжили. Не шла набрать святой водички, а получила столько счастья и службы, столько батюшек, столько впечатлений, поздравлений, спасибо большое. Десять операций сделала, десять, и была смерть клиническая. И я живу, мне 71 год, 1 января мне исполнилось 71 год. Понимаете? Потому что я верую. Мы этот праздник все любим, обязательно его встречаем после службы ночью. Мы обязательно накрываем стол, мы постимся, разговеемся, и вот сегодня мы на службе. Самое главное, правильно сказали, это терпение, это мир, покой и любовь в каждой семье. И только тогда будут наши дети расти в терпении, в доверии, в любви и в заботе. Это самое ценное, самое дорогое для нас. Поэтому мы всей семьей здесь, и мы все рады, и просто счастливы от этого. Нам легко и спокойно на душе. По окончанию богослужения прихожане получили благословение владыки феогноста. Лариса Басова, Александр Кореневский, Анапа. Регион.